Здравствуйте! Это рубрика «Советы юристов» в рамках программы «Главные новости» студии телеканала «Волгоград-1» Ваграм Довтян, адвокат, кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов Волгоградской области «Легион». Ваграм, здравствуйте! Мы с вами в недавней рубрике обсуждали тему развода и затронули такую сферу, как алименты. У нас наши телезрители откликнулись на эту тему, и появился такой вопрос, а что если алименты платит человек регулярно, а нарушение делает тот, кому выплачиваются алименты? Действительно такая практика существует? Да, на самом деле вопрос очень хороший, резонный, потому что мы всегда любим говорить о правах получателя алиментов, но забываем всегда о его обязанностях и его ответственности. Ведь дело в том, что бывают ситуации, когда получатель алиментов тоже нарушает эти права. Ну, например, не сразу предъявляет исполнительный лист, службу средних приставов или искусственно наращивает долг, ну, либо возникают ситуации жизненные у плательщика алиментов, какие это жизненные обстоятельства, например, какое-то серьезное увечие, либо действительно, если человек хочет найти работу, но он ее не может найти, то есть вынужден работать на какой-то низкооплачиваемой работе, то есть либо у него сложились чрезвычайные какие-то обстоятельства жизненные, уважительные причины неуплаты. Поэтому в таком случае закон позволяет плательщику алиментов тоже защищать свои права. Разумеется, это все делается в судебном порядке, то есть здесь нужно понимать, что тот, кто считает, что его права нарушены, он должен будет обратиться в суд. Он обращается к мировому суде и доказывает, например, что сумма алиментов, которая накопилась за определенный период времени, накопилась по уважительной причине. Он просит суд отнестись с пониманием к его причине, оценить уважительность этой причины и ликвидировать эту задолженность. Бывает так, что просит суд сделать рассрочку, отсрочку исполнения алиментных обязательств, либо снизить саму сумму долга. В каждом конкретном случае суд подходит к этому индивидуально. То есть он должен рассмотреть ряд обстоятельств, оценить их и принять правильное решение по делу, которое было бы законным, обоснованным, справедливым. Соответственно, если резюмировать мой ответ, то получится следующее, что тот, кто платит алименты, если у него есть на это уважительные причины, и ввиду этих уважительных причин накопилась определенная задолженность, то он вправе претендовать на то, чтобы ее снизить, либо на то, чтобы предоставить отсрочку или рассрочку исполнения этих обязательств. Самое главное – это доказать. Разумеется, человек должен знать о своих правах, и он должен знать алгоритм действий, который необходимо совершить. Конечно, здесь следует найти грамотного юриста, адвоката, возможно, который практикует дела из области семейного права, который подскажет, как нужно правильно поступить, какие документы приложить к этому заявлению, возможно, поможет вам составить это заявление и подать, или отстоять эти интересы в суде. Скажите, пожалуйста, если такой случай, что родитель платит алименты исправно, но ему кажется, что эти деньги идут не на воспитание ребенка, а на личные нужды или на какие-то другие нужды его бывшей половинки. Такая ситуация тоже возможна. Помните, я рассказывал о том, что алименты – это все-таки целевые деньги. То есть они идут родителю как законному представителю. Это не значит, что они идут на нужды самого родителя. Это, разумеется, эти деньги поступают родителям для того, чтобы он тратил их на ребенка. И, конечно, зачастую возникает ситуация, возможно, даже она всегда носит вероятность или неподтвержденный характер. Но очень часто действительно отцы, которые, как правило, платят эти алименты, задумываются, куда идут эти средства. В таком случае родитель вправе собирать доказательную базу, то есть документы, которые подтверждают, что действительно эти деньги идут не на нужды ребенка. То есть это, конечно, сделать очень тяжело. То есть, разумеется, человеку без помощи адвоката здесь навряд ли обойтись. Грамотного юриста, который поможет собрать нужные доказательства и, соответственно, поможет составить необходимое исковое заявление и обратиться в суд для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Я думаю, эта информация будет полезной для кого-то из наших телезрителей. Это была рубрика «Советы юристов». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова